Судебная баллистическая экспертиза представляет собой разновидность экспертного анализа, направленного на исследование огнестрельного оружия и следов его использования. Обычно она назначается в ходе расследования уголовных преступлений и позволяет установить важные для суда факты. Судебные эксперты проводят визуальный осмотр объекта, анализируют имеющиеся мелкие детали, фотографируют орудия, подмечая самые важные моменты. Также в числе задач определение типа представленного объекта, отнесение его к огнестрельному, огнестрельному оружию травматического действия, газовому, пневматическому, сигнальному, изделием конструктивно-сходным с огнестрельным пневматическим оружием. Чаще всего встречаются такие объекты, как боеприпасы, пневматическое оружие, огнестрельное оружие, а также составные части огнестрельного оружия. Реже встречается газовое оружие. На исследование в Брестском международном отделе поступают различные виды огнестрельного оружия. Чаще всего поступают гладкоствольные охотничьи ружья, а также встречаются редкие интересные случаи. Например, у жителя Малорицкого района был изъят самодельно изготовленное нарезное огнестрельное оружие, состоящее из укороченного ствола самозарядной винтовки Токарева образца 1940 года и затвора ствольной коробкой винтовки Мосина образца 1930 года. Оружие на исследование попадает к судебным экспертам из разных источников. Одна из последних достаточно нетипичных ситуаций была связана с приобретением автомобиля. Брещанин, занимаясь спустя несколько дней уборкой в салоне, обнаружил пистолеты-патроны, о чем сообщил правоохранительные органы. Согласно выводам судебного эксперта, предоставленный исследовательный пистолет является пистолетом модели Хеклерн-Кох П-30СК. Он изготовлен заводским способом и является нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Исследованные патроны изготовлены также заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Используются для стрельбы из пистолетов вышеназовной модели, а также иных образцов огнестрельного оружия. Конечно, такая находка скорее исключение исправил. Достаточно часто на исследования в Бреске межрайонный отдел поступают старинные орудия и патроны, найденные жителями региона. К слову, некоторые экспонаты, хранившиеся в почве без поступления воды, сохранились достаточно хорошо и могут производить выстрелы. В случае обнаружения вами предметов оружия, также боеприпасов, ни в коем случае не нести домой, не переносить их, а вызывать сотрудников милиции для дальнейшей его транспортировки, потому что это может быть опасно для жизни и здоровья граждан. Всего с начала года сотрудниками Бресского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз было проведено около полусотни исследований. В каждом отдельном случае судебным экспертам удалось дать качественную оценку предметам и их дееспособности.